Перетренированность. Как распознать и избежать этой проблемы? Многие бросаются словом перетренированность направо и налево, но если вы убиваете себя в спортзале месяцами напролет, перетренированность вам не грозит. Следите за признаками. Рапдомелиолиз, вызванный чрезмерной нагрузкой, представляет собой распад мышечной ткани в результате экстремальной физической активности. Риск развития рапдомелиолиза повышается, когда тренировки проходят в условиях высокой температуры и влажности воздуха. Дегидратация до, во время и после тренировки также может привести к рапдомелиолизу. Если вы тренируетесь до седьмого пота в течение долгого времени и проблемы с настроением, работоспособностью или здоровьем из эпизодического превратились в хронические, можете говорить о перетренированности и думать, как с ней бороться. Перетренированность мало изучалась на людях, но можно смело утверждать, что наступает она тогда, когда вы требуете от организма слишком многого на протяжении длительного периода времени. Ваше тело просто не успевает восстанавливаться, не может справиться с возлагаемой на него нагрузкой и постепенно начинает сдавать. Я не устаю повторять, что перетренированность крайне редко встречается в общей популяции, но если вы действительно перетренировались, вы заметите явные симптомы. Если вы видите два признака или больше, вы можете находиться в этом состоянии. Признак номер один. Вы слабее, чем обычно. Вам все же следует ввести учет показателей в главных упражнениях и фиксировать общий объем тренировочной нагрузки. К примеру, если в какой-то день вы полны сил и делаете пять дополнительных подходов, велика вероятность, что на следующей тренировке вы не доберетесь до личного рекорда. Но это не значит, что вы перетренировались и пришло время сделать паузу. Это лишь говорит о том, что вы внесли изменения в привычную программу и столкнулись с ответной реакцией организма на эти изменения. Но, если вы ничего не меняли, а ваши рабочие веса поползли вниз, у вас могут быть проблемы. Если обычно вы жмете от груди 100 кг, но вдруг стали испытывать трудности с 80 кг, или раньше легко преодолевали пять подходов в приседаниях, а теперь не можете отдышаться после двух, считайте это признаком. Отнеситесь к этому серьезно. Если ваши силовые показатели падают на протяжении серии тренировок, а не во время одной единственной сессии. Признак номер два. У вас апатия. Вы так измучены и истощены, что утром нет сил подняться с постели, а любимые яичницы, сыр и авокадо уже не кажутся аппетитными? Переползаете от одного упражнения к другому и не можете поддерживать привычный тренировочный ритм? Это может быть плохим сигналом. Не забывайте исключать из уравнения лишние неизвестные. Присутствуют ли в вашей жизни внешние факторы, которые могут привести к такому состоянию? Или вы находитесь в нем постоянно? Я часто видел парней, ошибно считающих стресс, усталость и раздраженность из-за подружки или начальника симптомами перетренированности. Если в вашей жизни присутствуют факторы, которые мешают сосредоточиться на тренировках или делают вас усталым и нервным, постарайтесь на время отстраниться от этих раздражителей. Не приравнивайте жизненные неурядицы к перетренированности. Признак номер три. Резкая потеря веса. Если во время утреннего позирования перед зеркалом вы заметили, что выглядите как-то не очень, встаньте на весы, цифры поползли вниз. Резкая и незапланированная потеря веса может говорить о том, что вы тренируетесь слишком интенсивно или слишком долго и не даете телу достаточно нутриентов для восстановления. Когда вы тренируетесь, вы должны питаться качественной пищей в адекватных количествах. Если вы едите мало или пичкаете себя пищевым мусором, вы только мешаете организму интенсивно тренироваться и эффективно восстанавливаться. Принимайте БЦА, мультивитамины и минералы, пейте протеиновые коктейли в течение дня. Стоит попробовать разные источники протеина и углеводов, чтобы понять, какие вам лучше подходят. Признак номер четыре. Вы болеете, вас преследуют травмы. Перетренированность не только делает вас уставшим и слабым, но и может привести к всевозможным проблемам со здоровьем. Если вы слишком много тренируетесь, мало едите и мало отдыхаете, системы, которые защищают вас от болезней и травм, начинают ослабевать. Если простуда истощает вас до изнеможения, если вас беспокоят нетипичные головные боли и боли в желудке, если вы часто болеете, если вас изводят незаживающие травмы и вы продолжаете получать новые повреждения, хотя раньше были крепким, как скала, вам нужно сделать шаг назад. Если вы перетренировались до такого состояния, проконсультируйтесь с врачом. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok